Евгений Надуршин Вы прекрасно выглядите на фоне своей богатой библиотеки в нашем YouTube-канале. Заходите, пожалуйста, смотрите. Богатых обоев. Я бы так сказал. Ну да, но я всем говорю и не устаю подтверждать. Это лучшая инвестиция, наверное, пока минимум в части обклейки стен, отделки, оформления стен, вертикальных поверхностей помещения, которую, наверное, я сделал при ремонте. Действительно, у меня есть классный фон, и не надо не сгаляться по поводу всяких накладок и прочих ретушировок фона. Диккенс всегда прекрасен в библиотеке, вы должны вам сказать. А в моей всегда свеж. Не зачитан, да, не замызган, но это верно, да, и не только. Так вот, смотрите, тут я что-то не рассчитал, значит, из-за праздничного перерыва накопилось, конечно, опять долгов. Похоже, это мое достаточно традиционное состояние, значит, какие-то хвосты, которые я тащил про сбережение уже несколько эфиров и хотел разобрать, но, слава богу, они не горят, поэтому я, простите, отложу, наверное, еще раз. Я пробегусь, я еще путаюсь между понедельниками и средами, это тоже отдельный момент, поэтому, когда Виктор какую-то тему вынимает, я быстро ее в среду затрону без какого-то подробного разбора, а потом думаю, я говорил, не говорил, объяснился, не объяснился. Вот, мне кажется, что в среду пропущены пара тем, одна из них вот связана там, ну, как бы связанных с экономической активностью, по которым я обещаю, в среду затронуты пару тем по понедельникам пропущены, поэтому я планирую вот поговорить по экономической активности в мае, еще пока не поздно, потому что никаких у нас данных за июнь толком нет, кроме пока недельной инфляции, поэтому обсудить, скажем так, насколько хорош этот всплеск, насколько он устойчив, да, чем он объясняется, мне кажется, очень полезным для понимания ситуации. Также, куда же без него, у нас же был КМЭФ, и я, в принципе, обычно, как эксперт, такие события не комментирую, ну, разве что отдельные высказывания совершенно конкретные оттуда, но мне кажется, мне кажется, что все-таки правильно объясниться по поводу моего восприятия этого явления и там совсем не игнорировать его в публичном пространстве, поэтому позволю себе потратить приличное время, даже, может, наверное, начну с него, как раз поговорить по питерскому международному, экономическому форуму, что я о нем думаю. Ну, так, вот, просто, мне кажется, мне кажется, это, по крайней мере, достойное внимания позиция, которая довольно неплохо объясняет то, что мы там видим, и объясняет мой скепсис в отношении мероприятия в целом, ну, вот, в нынешних обстоятельствах совершенно точно. Ну, и дальше, я надеюсь, где-то, может быть, я думаю, в рекламных перерывах, я вот так пока себе это планирую, я зацеплю про исполнение бюджета в мае, оно оказалось чуть хуже, чем я ожидал, я ожидал профицита, в условиях того дефицита, который сложился на конец апреля, профицит небольшой мне казался хорошим раскладом, и до последних дней вроде к тому и шла, но нет, так не случилось, но, тем не менее, бездефицитный, ну, вот, короче, поговорим немножко о бюджете и немножко по поводу акций, которые растут, а я, помните, вот, как раз два-три, три недели два эфира тому назад я рассказывал про инструменты инвестирования, кажется, да, да, это был позапрошлый мой эфир три недели назад, и как раз акций я в какой-то приоритет не выводил и говорил, что скорее там неплохо бы на волне вот роста зафиксироваться, вот, тоже хочу немножко поговорить, а то, если посмотреть на индекс МВБ, видно, что он растет в московской бирже, вот, и что я по этому поводу думаю, почему, да, я подтверждаю ли я свою рекомендацию, да, подтверждаю, спойлер, вот, значит, в рекламные перерывы вот эти маленькие темки подзабьем, а еще у нас в том числе в развитии темы питерского форума и высказывания, значит, советника, помощника президента Максима Орешкина по поводу того, что у нас индекс социального оптимизма на, вроде как он сказал фразу исторических максимумах, я, кажется, нашел этот индекс, вот, который он имел в виду, он не указал, какой конкретно, это индекс ФЦИОМа, и воспроизвел вопрос дословно, ну, слава богу, вот здесь прям были доступны и вопросы, и ответы в пресс-релизе, и я предлагаю всем желающим в Телеграм-канале, там висит опрос, ответить на вопросы внутренние, ну, точнее, на вопрос там, собственно, четыре пункта, выбрать один, и мы его тоже поразберем, вот, в процессе разговора о том, как там у нас с оптимизмом, и я, собственно, сравню его в лоб, не претендуя, так сказать, на какие-то сильно далеко идущие выводы в отношении методологической корректности или чего бы то ни было еще каких-то из опросов, вот, с опросом ФЦИОМа и его результатами в эфире, так что голосуйте, там явно, как бы, ответы, которые будут достаточно интересны, и они сильно расходятся, в общем, с этим опросом. Жень, ты имеешь в виду наш вопрос, как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или все-таки они позади, или они впереди? Вот зайдите, пожалуйста, и проголосуйте вот эти вот вопросы. Совершенно верно, да, совершенно верно. И можете понакидать что-нибудь в канал, в WhatsApp без проблем. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp сразу скажу, плюс 7903-797-6333, а я все зачитаю в эфир. Совершенно верно, совершенно верно, к этому я и готовился. Итак, вот, собственно, план на сегодня, его, значит, и будем курить. Итак, давайте с МЭФ, Междупитерского, значит, Международного экономического форума. Я надеюсь, я его правильно перевожу, извините, я уж привык что-то к сокращению, но вроде да. Смотрите, мое ощущение общее от мероприятия, причем довольно давно и довольно стабильно, что форум, скорее всего, изжил. С точки зрения экономики, прям совершенно четко. У него была определенная, ну, там, политическая статусная нагрузка до недавнего времени, но, в моем понимании, 22-й год, и эту нагрузку сделал, в общем, совершенно неактуальный, нерелевантный. Вот как я себе вижу этот форум? Появился он где-то в конце 90-х, кажется, в 97-м году, и поначалу вообще был малоприметен. Цель его, как я себе ее представляю, упрощенно и довольно примитивно, это, скажем так, рекламировать Россию для, скажем так, западных партнеров, западных инвесторов. То есть, это площадка, на которой российские власти планировали продвигать идею, значит, продвинутой, развивающейся России, привлекательности инвестиций в Россию, показывать цивилизованное лицо западным партнерам, дружелюбное. Обратите внимание, дружелюбное, да, важнее гораздо, чем, то есть, как бы, с цивилизацией у нас-то проблем, в принципе, нет. А вот с дружелюбием, по крайней мере, и в 90-х это было достаточно актуально, да, демонстрировать его. Ну, а в начале 2000-х, когда была сделана ставка на ускоренное развитие, когда, если кто помнит, ставились задачи, скажем, по ВВП на душу населения догнать там из беднейшую, беднейшую из стран Евросоюза, на тот момент ориентиром была Португалия, насколько я помню, когда цель в явном виде, по-моему, прям в явном виде, ну, хорошо, исходя из этой задачи, выводилась вот так точно, можно сказать, цель роста по 7 и более процентов ежегодно, и, в принципе, были годы, когда российская экономика так росла. А это требовало мощной подпитки инвестициями, и поскольку у локальных сбережений, ну, что делать, после Советского Союза, в общем, было недостаточно, то нужда в иностранном капитале была высокая, и его нужно было привлекать. И вот одна из задач Питерского форума, как я себе его вижу, и мне кажется, как бы вот повестка его достаточно неплохо это отражала, это всегда было видно по статусным сессиям, по тому, кто в зале сидел, по тому, как строилась повестка, она была вот привлечением западного инвестора и создание у него ощущения, скажем, наиболее благоприятного режима инвестирования в Россию, вот для него любимого. И, собственно, так это вот, мне кажется, и работало. Ну, хорошо понятно, что, соответственно, стало происходить. А, да, да, был важный этап в жизни форума, когда он стал действительно статусным из незаметного в начале 90-х, там, ну, в конце 90-х, начале 2000-х. Это этап, когда решили побороться с Лондонским экономическим форумом, если вы помните, был такой. И, на самом деле, вся элита российского общества, вот, туда, обычно ехала туда. Ну, так уж получилось, вот, и он затмевал, конечно, питерский, причем значимо и кратно, и российской власти в какой-то момент это показалось неприкольным. Я точно не помню, какой это был момент, возможно, это было где-то, ну, вот, середина первого десятилетия 2000-х, когда, в том числе, решили, что Международный финансовый центр надо делать в России, конкретно в Москве. Вот, а все эти Лондоны и прочие, нет, конечно, что делать, придется, так сказать, признавать за ними их международную финансовую значимость, но надо, так сказать, смещать акценты на себя. И вот стали активно продвигать как раз питерский форум как такую площадку для финансовых инвесторов именно в пику лондонскому, где презентуется Россия, и российские официальные лица перестали ездить в Лондон на выступления, стали ездить исключительно в Питер, и, по-моему, даже по времени сдвигали этот питерский форум для того, чтобы он накрывал лондонский, ну, не помню, в общем, набор административных значимых мероприятий и усилий были предприняты для того, чтобы повысить статус. Статус вырос, безусловно. И в какой-то момент это действительно стала самая значимая площадка, там, публичная в России, каковой, похоже, до сих пор и остается. Вопрос, да, о ценности, которую она несла. Вот та ценность, которая исходно была заложена, начала здорово подтачиваться с 2014 годом. Ну, потому что хереть стал западный инвестор, извините, слабеть в смысле. Никакого, так сказать, просто не совсем современное слово. И все хуже и хуже стали, скажем, приходить, все менее охотно стали приходить западные инвесторы на российскую площадку. Какое-то время еще после 2014 года было модно отдельных из них прогуливать, встречать важными комиссиями, подписывать статусные договоренности. Но, по большому счету, это все шло, в моем понимании, на спад и довольно быстро. Форум по-прежнему звучал как, ну, скажем так, диколиберальный, да, то есть рекламирующий Россию как страну, где капиталу комфортно, свободно, и вместе с тем он чувствует себя защищенным, и перспективы у него высокие. Ну, то есть, вот что ни послушая из выступлений, там все было классно в основном. И вот это все постепенно, мне кажется, просто начало терять свою актуальность в силу того, что основной потребитель этого потока позитивной информации, он был не внутри страны. В зале в значительная часть, ну, в лучшие годы форума присутствовало даже вообще не российских инвесторов. И даже если российских граждан, да, то плотно связанных, скажем, с иностранными юридическими лицами, компаниями, интересами. И это хорошо прям презентовалось, они были не только в зале, но они были на сцене, они задавали вопросы, то есть это все прям вот обыгрывалось. И с точки зрения медийной, наверное, было неплохим событием. С точки зрения соответствия с реальностью, да, то есть это тоже большая проблема. Форум, естественно, тоже стал терять, ну, потому что после восьмого года в экономической политике много что стало меняться, оно стало совсем не такой либеральной по факту. И то, что говорилось на форуме, конечно, в значительной степени стало отдаляться, и там с каждым годом все дальше и дальше от того, что в экономике на самом деле творилось. И все те там оптимистичные заявления, поручения, там президенты высоких личностей, да, то есть которые там выступали, они, к сожалению, нередко, в общем, шли уже больше в воздух. И учитывая, да, что еще, по всему прочему, стала редеть та самая аудитория, на которую весь этот оптимизм подавался, то вот в моем понимании, ну, где-то вот к 20-му году уже совершенно четко стало понятно, что форум своей цели, задачи в существенной степени исчерпал. Да, там все еще, как и на любых статусных мероприятиях России, принято подписывать договоры на триллионы рублей, но попробуйте проследить судьбы этих договоров. Там в большинстве своем подписываются не полноценные договоры, а соглашения о намерениях, которые никого ни к чему не обязывают. И, к сожалению, ровно так же к ним и относятся в части исполнения. Это просто нужно для статуса, да, нередко. Вот важный человек приехал, вот он подписал там на сотни миллиардов, триллионы соглашений, вот же классно как. Ну, а потом это все как бы под полку, под полку, под полку, под стол, да, и движения у многих этих проектов никакого нет. Это, к сожалению, тоже очень большая судьба вот тех вот приличных реляций о триллионах соглашений, которые там подписаны. Некоторые, понятно, озвучивается лишь малая часть, но несложно посмотреть вот по тем, что публично фигурирует, насколько там происходит выполнение. Это проверяемо в отношении ряда соглашений. И, к сожалению, да, и, к сожалению, с неутешительными для результатов этих соглашений и размеров заявленных инвестиций выводы. Ну, более того, вот избыточный, наверное, акцент российских властей, это уже не про питерские форумы, про все статусные мероприятия на таких событиях. Он привел к тому, что многие компании вот всеми силами стараются, значит, подготовить, подвести соглашение, какое-то, значит, значимое событие обозначить такому вот форуму, в общем, не очень беспокоясь о том, как это будет выполняться, насколько наполнение этого реально там возможно, выполнение объективно. Ну, потому что это такой, вот, знаете, элемент, скажем, красования, да, то есть привлечение к себе внимания не только прессы, но и влиятельных лиц. Это вот часть процедуры, которая стала, наверное, ну, частью каждого крупного административа, что в Красноярске форумы, да, что в Сочи, вот, что тем более в Питере. При этом, к сожалению, да, это не ведет, то есть это нужно рассматривать, вот, как, ну, скажем так, вот, вот, наверное, из хороших иллюстраций. У Толстого довольно хорошо и довольно сочно вообще описаны балы, светские балы и различные мероприятия. Вот все форумы, на самом деле, в той или иной степени в последние годы, в общем, с участием официальных лиц, ну, значимым их присутствием, выродились в нечто подобное. Но мы можем хотя бы сказать светско-экономические форумы российской экономики? Да, можем, можем, светско-экономические можем, потому что вот питерский, он, наверное, самый светский из имеющих отношения к экономике. То есть в отношении питерского форума, наверное, вернее, чем в отношении всех остальных. И вот за исчерпанием внутреннего наполнения, в моем понимании, мероприятие все больше и больше стало приобретать исключительно статусный характер. Вот на протяжении последних уже, там, почти десяти лет. И, собственно говоря, мне кажется, что сейчас, вот, с 22-го года только статусный характер у мероприятия осталось. То есть полонезы, польки, да, реверансы, вот это все, шляпы в перьях. Обрати внимание, это все иностранные слова, так что можно смело называть международные. Да, да, совершенно верно. Могучий добавить книг Сен. Вот, и что-нибудь еще, что из этого можно? Ну, а можно это рассматривать как некую такую внутреннюю российскую экономическую тусовку? То есть внутри все-таки этот форум что-то еще решает? Ну, для кого-то, конечно, да. Я уверен, что для Ришал, для Ришал, этот форум, безусловно, центральное мероприятие, одно из центральных мероприятий. Хотя, вот, их вопросы любят тишину, но очень часто зацепить нужного человека на таких мероприятиях гораздо проще бывает, нежели чем, скажем, в тех местах, где проще обсуждать уже темы. Поэтому вот наладить контакты, завязать связи, это, пожалуйста, да. Да, то есть, ну, светская тусовка, ну, да, внутрироссийская в каком-то смысле, да, другой-то практически не осталось. Обратите внимание, это очень важный момент. Несмотря на определенное международное присутствие, посмотрите, как поменялась география этого присутствия за последние 10 лет. Россия вообще имеет специализированные форумы для того, чтобы общаться с, скажем, инвесторами из Азии, да, ну, вот в экономическом пространстве и там обсуждать острые проблемы, например, Красноярск, ну, насущные проблемы. Имеет, собственно говоря, сочинский форум, где тоже обсуждались и поднимаются, там, так сказать, региональные, ну, больше, скорее, может, даже чаще региональные внутренние проблемы, как я его помню. И вот этот был для Запада. И в моем понимании, в нынешнем контексте, тащить, да, если вы посмотрите на повестку форума, вот просто любопытство для, хотите, откройте и посмотрите на то безумное обилие сессий, которые там сейчас работают. Я помню его, надо сказать, гораздо менее насыщенным разными темами. Если вы попытаетесь найти темы, которые ни на какой сессии не заявлены, а там за несколько дней, я не знаю, я даже, я сбил со счета, там сотни, по-моему, получаются мероприятий фактически идут, причем это только в части вот официальной программы по обсуждению чего бы то ни было. Вот если вы постараетесь найти тему, которая там не заявлена, ну, такой темы вы не найдете. Если вы постараетесь найти какую-то логику в этих темах, да, то есть какую-то вот мысль, да, которая через него проводится, вы тоже этого не найдете, к сожалению. Ну, обилие тем приводит к соответствующему результату. Если вы попытаетесь выслушать, найти, вот как бы, какую мысль глубоко обсуждали на каких бы то ни было панелях, вы тоже таких мыслей не найдете, к сожалению. Так построены форматы, это вот, ну, сборная солянка в чистом виде, обо всем и ни о чем. И это тоже большая проблема стала форума, то есть как статусное мероприятие, по сути дела, вот светское статусное, да, он, по сути дела, собственно, ну, не имея возможности глубоко работать с контентом, не желая, да, то есть, ну, потому что повестка стала сильно расходиться с реальностью, а ключевой потребитель вообще, собственно, из зала стал испаряться, да, ну, вплоть до исчезновения практически, вот то, что мы наблюдаем там в последние два форума. И, по сути дела, и, по сути дела, это превратилось, по сути, ну, просто в показуху, которая не имеет цели, не имеет значения, но, в принципе, поскольку там те же люди, которые обслуживали форум там еще и 10 лет назад, да, то есть та же организация, вот, там есть определенная инерция. Вот к чему я все это делаю, то есть я там 10 минут рассказываю для того, чтобы сказать, что в моем понимании вот Питерский форум, как таковой, для экономической повестки, с моей точки зрения, как экономиста, да, возьмем это так, он себя изжил. И ценности он давно уже не представляет как таковой, его бы давно перепрофилировать, на что не знаю, но, по большому счету, видимо, так сказать, акценты нужно смещать в другие регионы, на другие форумы, да, на другие мероприятия, потому что там, мне кажется, да, больше шансов там встретить более заинтересованного инвестора, обсудить с ним что-то более, скажем так, конструктивное, проще его туда привлечь, но ему банально туда ближе добираться. И это, вот, наверное, судьба этого мероприятия в целом, но давайте сейчас пойдем по тому, что там нам нарассказывали. Я, боже упаси, даже не претендую на то, чтобы разбирать все, я хочу затронуть буквально несколько легких тем поверхностных. И первое, наверное, что я оттуда вот услышал, вычитал, высмотрел на панелях, это какая-то вот, в каком-то смысле, даже, наверное, отчаянная дискуссия, уже без вот аргументов, без деталей, без какой бы то ни было там подпитки хорошей, основания о богосударствовании экономики и о необходимости дать более высокую роль частному бизнесу в этой самой экономике. Ну, в частности, вот, про приватизацию, про желательность, да, ее, ну, кажется, не высказался только ленивый из экономического блока и не только из экономического блока, что, значит, есть активы, которые... Формулировки были разные, формулировки были разные, но суть в основном такая, что у государства есть активы, которыми оно неэффективно распоряжается, и в этом смысле, значит, их можно отдать, дальше оговорки есть там, в том числе, не без выгоды для государства, то есть не бесплатно. В руки частного бизнеса, дальше это уже совсем от меня, вдруг у него эффективнее получится. Ну, что я могу сказать, похожий подход, на самом деле, российское государство пыталось применять к приватизации с 2008 года, прям совершенно четко, то есть у приватизации была фискальная цель, отдавали в руки частного бизнеса в основном то, что государству было не нужно, оно и так у него, в общем, в этих руках плохо держалось, проваливалось между пальцев, вот, работать с ним не получалось, а все, что казалось более-менее ценным, в основном отдавали, ну, приватизировали, это стало модно как раз в это время называть тоже приватизацией, так сказать, расширительная трактовка понятия приватизации возникла. Это доли, отдавали миноритарные пакеты, то есть продать 10% какого-нибудь крупного государственной компании у АОшки, это вот было как раз процессом приватизации. При этом частный инвестор, ну, максимум, место в совете директоров получал для статусности, чтобы там что-то еще решать, это уж извините. И большая часть тех, кто получал, решать что-то там, по-моему, и не стремились. Так вот, вот в моем понимании, наверное, в таком разрезе вообще не очень понятно, зачем в нынешних условиях такую приватизацию проводить. Смотрите, как я вижу себе ситуацию. Очень многое зависит от цели полагания, то есть от того, какая цель у нашей экономической политики, чего хотят добиться власти. Какое пространство они видят и роль для государства и государственного сектора, какое пространство и роль они видят для частного бизнеса. Ну, допустим, в нынешних условиях это очень важная уже оговорка, а все, наверное, говорить неверно. И вот если мы попытаемся послушать, что по поводу роли частного сектора, вообще населения, принимающего участие в решении, в решениях, то под действием, в общем, властей, обратите внимание, сколько запретительных законов мы принимали за последние, там, меньше, чем полтора года. Ограничений, да, сколько, так сказать, сложностей для ведения бизнеса было создано не только санкциями, но, обратите внимание, и контрсанкциями, и, как бы, неторопливостью властей по принятию тех или иных, казалось бы, вроде важных для экономики решений в этих условиях. Вот, как бы, где нужно было дать какую-то свободу частного бизнеса. Все это шло не то слово неторопливо. И есть очень показательное выступление Белоусова, вице-премьера, вот, на секундочку, перед питерским форумом, по-моему, перед форумом, ну, перед началом, если я правильно помню, дал его каналу РБК, где есть, во-первых, совершенно четкий тезис, да, о том, что, вот, роль государства должна расти, и государство должно быть частным партнером, значит, в отношении с частным, ну, и старшим партнером в отношении с частным бизнесом. Это раз. Во-вторых, вообще есть болезненное, мне кажется, такое тяжелое признание, что российское государство, точнее, российские чиновники, не могут работать с гражданами России, ну, потому что, вот, как только, значит, у нас институты гражданского общества начинают формироваться, их тут же, оказывается, захватывает, как бы, вредный, противный, плохой Запад, который очень хорошо намастырился, оказывает на них, ну, дурное, очевидно, влияние, и они тут же, значит, мешают реализовывать хорошую государственную политику. И вот, если послушать это выступление, то, в моем понимании, оно гораздо лучше отражает то, что делается и видится, там, скажем, чиновникам сейчас в рамках государственной политики, как основополагающий тренд, а именно, да, что государство должно решать все больше, что, поскольку общество и бизнес не могут, доверять им вообще не надо, и поэтому государство должно гораздо больше определять, что в нашей жизни, что в экономической политике, что везде, ну, потому что по-другому никак, вот, самые ответственные и способные члены нашего общества именно там, видимо, как бы, сконцентрированы. И, как результат, в этом случае, я в таком векторе экономической политики, я не вижу места для продуктивной приватизации. То есть, государство может через приватизацию пытаться решить одну единственную задачу, фискальную, то есть, получить побольше денег в доходы бюджета для того, чтобы финансировать расходы. Но кто же, интересно, заплатит больше денег за актив, который неэффективно управляется, находится, очевидно, не в лучшем состоянии, да, то есть, ну, как бы, сможешь ты или нет вывести его в лучшее состояние, это вопрос, который еще требует ответа и немалых усилий для того, чтобы этот ответ получить, неважно, положительный он или неположительный. На ваши вопросы мы ответим в рекламном блоке, сейчас уходим на новости и вернемся в эфир через 4 минуты. А вы, кстати, задавайте свои вопросы, плюс 7903-797-6333. Жень, давненько ты не слышал Pink Floyd Money? И правда ведь давненько, да? Inrichments World вот этот вот, да? Ой, нет-нет, Inrichments World это Абба. Ой, Абба, ой-ой-ой-ой-ой. А это у нас там, где, слышишь, кассовый аппаратик считает деньги. У тебя есть трансляция радио? Нет, нет, вообще, я не слышу. Но, может, оно и к лучшему, зачем он мне, радиоэфир? Я согласна, иначе бы ты бросился считать деньги сразу. С испугой-то, с испугой-то. С испугой-то, с испугой-то, да. Ну, смотри, что нам пишут по поводу питерского экономического форума. Так, так. Некто Грэмом, мои хорошие знакомые съездили на форум, отлично поиграли в хоккей. Так, не, ну, поздравляю. Я так скажу, в принципе, как развлечение, ну, если можешь себе позволить, оказался рядом, повезло, да, то есть, и тебе не создает проблем, вот, в виде трафика, запретов и прочего. Ну, потому что город-то, мне кажется, от этого мероприятия сильно страдает, не умеют у нас мягко, элегантно и аккуратно такое организовывать. Но, вот, сумел получить удовольствие, ну, получаю чего теперь. Как еще запретить? Ну, баллы же для кого-то нужны, правильно? Без участников они становятся бессмысленны. Поэтому там обязательно должны быть те, кто на сцене, да, в зале танцуют, в центре, и зрители по периметру, ну, чтобы сплетни, слухи и все такое. Ну, и покрасоваться было перед кем. Это совершенно, в моем понимании, нормально. Просто мне кажется, да, что мероприятие, что называется, правильно позиционировать. То есть, надо, может быть, переставать пытаться делать вид про что-то ненатуральное, а просто вот вынесли там новую брошку, там глава ЦБ новую брошку, да, там кто-то еще, там что-то еще, там новый пиджак выгулить. Ну, Евгений, вы, наверное, пропустили разрывание трубы руками. Ой, нет, нет, подождите. Давайте закроем тему экономического форума. Подождите, подождите, там было сгибание трубы вроде, там разрывали этот теннисный мячик для большого тенниса. Ну, что могу сказать? Я так не умею, честно скажу. Поэтому вопрос, я увидел, да, я увидел. Эти вырезки я тоже отсмотрел. И понял, да, и я согласен, это было центральное мероприятие форума. В каком-то смысле совершенно да. Да, как разорвали, как Россия разорвала теннисный мячик. Действительно, это про это. Женя, у тебя была какая-то тема договорительных. Да, две молочевки, я хотел, да. Если нет особо больше вопросов, я к питерскому прям буквально еще потом немножко вернусь и побегу дальше. А сейчас вот я могу, например, предлагаю бюджет, например, и мы отрежемся. Значит, бюджет по итогам мая был исполнен неплохо. С нефтегазовыми доходами все так себе, но это уже не сюрприз. Ну, там не добрали по одному параметру, чуть-чуть получилось лучше по другому. В совокупности это снижение по-прежнему около 50% в год в году. С текущими ценами на нефть ничего неожиданного. Ну, курс немного помогает, принципиально проблему не решает. Важно следующее, что по итогам мая, да, бюджет вышел на расходы в размере 2 триллионов. Это столько же, сколько доходы за месяц. И, в принципе, это, ну, довольно нормальное состояние. Я все еще продолжаю ждать, скажем, профицитов в какие-то из месяцев ближайших. Посмотрим, как будет. У меня, я ничего не менял в своих ожиданиях. Я полагаю, что ближайшие месяцы мы должны провести с около нулевым или даже положительным профицитом. И только в конце года вот ситуация начнет значительно меняться. Посмотрим, будет ли как-то иначе. Но, в моем понимании, это довольно комфортное состояние. Там бюджета. Женя, выходим в эфир. Закончилась у нас уже реклама. Поехали. Я завершаю вывод о том, что вот в мае бюджет, мне кажется, вышел в довольно комфортное состояние. Тем, что, возможно, для облигаций, скажем, в средней... Жень, Жень, тут надо, конечно, пояснить, что мы разговаривали для Ютьюба. Сейчас вышли в прямой эфир и речь шла о бюджете. Хорошо, да. И вот я, да, вывод выношу, что для облигаций, то есть моя идея как раз относительно неплохая, как мне кажется, про вложение в рублевые инструменты, это то, что можно взять облигации не слишком длинные, например, 3-6 лет, так называемая дюрация. Посмотрите. Ну, это вот срочность денежного потока. Оформим это так. Я во время эфира вводил этот термин. Вот в этом диапазоне можно взять даже государственные облигации. Кажется, да, то есть исполнение бюджета позволяет рассчитывать, что там может даже и снижение доходности в какой-то момент образуется. Пока нет, но подождем, посмотрим. Перспективы, в общем, скорее неплохие, вот исходя из майского исполнения бюджета. Давайте к питерскому форуму. Да, кстати, вот оно что. От бюджета, оттолкнувшись, можем кое-что зацепить про питерский форум. Если я правильно понимаю, министр финансов спросил, кажется, глава Сбербанка по поводу роста налогов ожидаемого. Ну, это действительно тема витала, обсуждается. Ну, все видят, в общем, что происходит с бюджетом. Это всех напрягает, безусловно. На что министр финансов ему и ответил. А скажите там, я сейчас не могу, не выдал вам точную цитату. Вот, извините, не записал ее себе. Значит, а вы скажите мне, что будет с расходами. Интересная фраза от того, кто составляет трехлетний бюджет, не находите? Да, может быть, это не точная цитата, но это очень близко к ней. То есть, в моем понимании, вот этот обмен вопросами на питерском форуме достаточно хорошо показывает, я это говорил несколько эфиров назад, что даже те, кто отвечают за формирование бюджета, сейчас не представляют себе, какие у него по итогам даже этого года будут расходы. Сейчас, возможно, представляете, никто, вот в прямом смысле этого слова, никто не знает. Не то, что не может сказать. Сказать-то могут многие, и я, и другие. А вот знать никто. У нас никто не знает, какова будет величина расходов даже на этот год, не говоря уже о 2024, 2025 и далее. Это очень высокая неопределенность. И, в моем понимании, для комфортного, скажем, режима инвестирования, а вот тот же, например, министр финансов захотел, значит, чтобы бизнес больше инвестировал. Вот, говорит, прибыль это у крупных компаний, там, без учета малого, среднего бизнеса и прочего, он там привел цифру 23% ВВП, а инвестиций на них приходится 10. Не могу не подтвердить, не опровергнуть, не проверял размер прибыли, размер инвестиций в разрезе компаний. Да и статистики такой официальной нет, надо самому собирать дан, полагаю, да. Ну или хорошо, нет, может есть, там, как бы, в зависимости от того, как посмотреть, договоритесь, может быть, есть. Так вот, штука заключается в том, что для того, чтобы больше было инвестиций, нужен другой инвестклимат. А инвестклимат, к сожалению, речью на форуме принципиально уже не изменишь. Прошли те времена, когда одно выступление могло сильно многих воодушевить, ну, потому что много чего пытались сделать, много чего бросили, не получилось, и требуется совсем другое, слов, просто слов, к тому же тех же самых, которые звучали и год, и два назад, и десять лет назад, уже катастрофически недостаточно. Обращает на себя внимание, да, что министр финансов, когда его спросили, какой ключевой показатель эффективности он хочет на себя взять, значит, он выбрал нечто вообще не связанное с его сферой деятельности, на что он повлиять, полагаю, не может никак. Вот, как бы, тоже, тоже, тоже много, тоже много о чем говорит. В этом плане, значит, стремление ЦБ концентрироваться на стабильности в финансовом секторе, это прям вот шикарный сигнал, я должен сказать, шикарный сигнал для нас, для финансовых рынков, для, в общем, бизнесов и домохозяйств в стране, ну, потому что это хороший сейчас якорь стабильности вот в нынешней, наверное, малоопределенной экономической политике властей. Обращаю ваше внимание, что там экономическая ситуация вообще? Это один из ключевых ее компонентов. Экономическая политика, которая, вроде, должна полностью контролироваться, так сказать, правительством, да, она, соответственно, дико не определена. Что еще? Вот, да, что звучало, значит, переживания, да, и предложения, в моем понимании, что я услышал на питерском форуме, это тоже совершенно хорошо прозвучало, вот в разных контекстах, это в некотором смысле предложение, значит, формировать различные региональные или надрегиональные блоки с теми, с кем можно было бы дружить. Вот звучал Брикс, да, там звучали какие-то еще варианты, что, мол, давайте формировать блоки. Новые англицизмы, новый англицизм стремительно входит в нашу жизнь. Сейчас, подождите, чтобы не соврать, я вам их, это же надо, а, да, дерискинг, дерискинг, значит, и френдшоринг. Вот, это то, значит, чем занимаются по версии, значит, ну вот... Я прошу прощения, если с дерискингом еще худо-бедно, понятно, а вот этот вот, как вы сказали, Евгений? Френдшоринг. Очень похоже на оффшоринг, но только вместо офф слова «френд». Кто эти френды, которые шором занимаются? Да, 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 я ждал, я ждал, я ждал, думаю, ну кто-нибудь может что-нибудь спросить, вот не все же знают, то есть поначалу я тоже не сразу перевел. Ну, в общем, мы направляем, ну мы направляем, в смысле страны направляют товарные и финансовые, пытаются направлять товарные и финансовые потоки, тем в отношениях, во внешнеполитических отношениях с кем чувствуют себя комфортнее, то есть друзьям. Вот, то есть от оффшоринга ушло недалеко, ну просто немножко по-другому, то есть, а вот это вот шоу, вот это побережье, да, это ровно то же самое. То есть ты к тому берегу хочешь причалить, свои товары пригнать, которые тебе более дружелюбны. Тут, значит, ты из чужого берега работал, вот, который никто не контролирует, а тут ты хочешь к дружелюбному прибиться. Ну, еще почему-то вспоминается фраза «друзьям, все, врагам, закон». Например, да, например. Извините, да. Это тоже, да, да еще к тому же, который что дышло для верности, тоже можно, тоже можно. Тут, понятно, тут разного, тут разного можно набросать, но суть в том, что вот то, что хорошо звучало на питерском форуме, наверное, и можно попытаться выделить как некий там даже вот посыл, да, вовне. Насколько это возможно, это вот предложение, да, всеми силами, значит, как-то усиливать сотрудничество, строить вот эти региональные, нерегиональные какие-то взаимоотношения в рамках блока, уделять этому больше внимания. И это прям вот довольно такой вот, ну, наверное, заметный сигнал был. Причем тоже от либеральной составляющей, скажем так, спикеров. И он, я думаю, оправдан в нынешних условиях, ну, потому что России сейчас очень нужны внешние партнеры, внешние, по возможности, дружелюбные. И если такие контакты будут налаживаться, это, в общем, здорово упростит дальнейшее, улучшит, да, то есть и даже ускорит дальнейшее развитие страны. И это сейчас действительно для нас очень важно. Я надеюсь, у всех, кто здраво мыслит, прошли уже иллюзии, если даже такие были, что тут можно самостоятельно все импортозаместить, произвести и сделать. Вот, мы сейчас вот с лишним в этой ситуации, обратите внимание, опрет у нас только импорт в первую очередь. Итак, давайте еще о кое-чем любопытном. Вот давайте наш индекс. Я в конечном итоге всегда оставляю опросы на конец, на финал, и пробегаю их бегло, что, мне кажется, немножко смазывает, портит их как таковые. Они заслуживают большего, но, в конце концов, это наша с вами работа. И работа серьезная. Поэтому вот, как бы, значит, что у нас с опросом. Как я уже сказал, как бы Максим Орешкин, помощник президента, по-моему, советник, я точно, извините, не помню должность, да и это и не принципиально, сказал, что у нас индекс социального оптимизма на исторических максимумах. Если я правильно нашел этот индекс, то две важные ремарки. Первое. Исторический максимум у этого индекса конкретно в ЦИОМ, индекс социальных ожиданий, который вот я нашел, и который действительно на своих исторических максимумах находится, он считается с января 2020 года. Это, помните, вот тот самый первый месяц, когда про пандемию уже стало известно. Вот. Ну и который, как бы, был началом года, который начался сразу после, так сказать, разгара торговой войны США и Китая, в общем, замедления мировой экономики, даже падения российского экспорта, ну и, в общем, ряда других сложностей. То есть суперским вот этот месяц назвать было никак нельзя. С оговоркой про начало ковида прям совершенно четко. Ну и дальше, как мы хорошо понимаем, вот у нас там 21-й, да, 22-й и май 23-го года. Действительно, действительно, если, например, в том же 20-м году, в январе, значение индекса оптимизма было минус 40, это разница между положительными и отрицательными ответами. Ну, скажем так, между неотрицательными, между неотрицательными и отрицательными. То есть вот просто есть четыре категории. А, давайте, да, разберем поподробнее, что структурировано. Значит, четыре вида ответов. Проблемы уже, значит, вопрос, да, извините, не все же могли видеть, правильно. Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена? Или они позади, или еще впереди? Это вопрос. Обратите внимание, сам по себе такой вопрос мог и должен был возникнуть, скорее, в очень непростые времена. Каковым, собственно, и был январь 2020 года. Четыре вида ответов. Времена эти самые непростые уже позади. Переживаем их сейчас, они еще впереди, и затрудняюсь ответить. Вот убирается, значит, как считается индекс оптимизма? Убираются те, кто затруднились ответить. А дальше берется сумма тех, кто считает, что переживаем сейчас, и они еще впереди. И из них вычитаются те, кто считает, что все позади. И вот этот вот индекс в январе 2020 года был минус 40. Дальше у него были разные значения до минуса. Минус 81, по-моему, его исторический минимум, у меня есть ощущение. Его достигли как раз в апреле. По итогам апреля 2020 года. Это худшее значение с локдаунами. Дальше 50, 60, вот минус 50, минус 60, это 22-й год. И вот, смотрите, чудесное улучшение. Лучшее значение было в марте, по итогам марта 2023 года, минус 30. И вот сейчас небольшое ухудшение, минус 34, минус 35, по итогам апреля-мая. То есть, обращаю ваше внимание, максимум индекса исторического, значит, как бы, исторический максимум индекса оптимизма, если я правильно его нашел, в принципе, это вообще не самое радостное значение, которое нам совершенно четко говорит, что людей, ожидающих проблемы в будущем или переживающих их сейчас, все же значительно больше, нежели тех, кто считает, что эти проблемы позади. Давайте сейчас посмотрим, вот мы воспроизвели структуру, мы видим индекс ФЦОМ, ну, последний срез, например, на 31 мая 2023 года. И, собственно, воспроизвели его у себя в вопросе, я воспроизвел его дословно, как, собственно, зачитал вам сейчас. Давайте сначала посмотрим, как выглядела структура ответов, значит, на вопросы, на вопросы УФЦОМ. К 31 мая то, что все проблемы позади, ответило 26% респондентов. Запоминаем, 26. Значит, что переживаемых сейчас ответили 12%. Что они еще впереди, ответили 48% и затруднились с ответом 14% респондентов. В результате индекс экономического оптимизма, ну, оптимизма просто, да, составил минус 34%. Смотрим наш опрос. Ровно такой же вопрос. Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или они еще впереди? 3% всего ответили, что проблемы позади. 10% ответили, что переживаем все это сейчас. И 76% ответили, что проблемы еще впереди. Собственно, я тоже ответил, что проблемы основные еще впереди. 11% затруднились с ответом. Всего в опросе сейчас приняло участие 2262 человека, вот я вижу. То есть мы уже вполне репрезентативны с точки зрения, скажем, массы. У нас нет возможности посмотреть, как менялись наши собственные настроения во времени. Ну, я думаю, что, может быть, мы будем повторять этот опрос время от времени, любопытство для, чтобы посмотреть, как что меняется. Но что я вижу? Что в нашем опросе получается существенная разница, во-первых, с тем, что собирает в целом. Причем такая, я вам хочу сказать, столько пессимистов, сколько в нашем опросе сейчас, 76%, в ответах в целом не присутствовало никогда. Даже худшее значение вот на 30-е, 04-е, 20-го года было 72. То есть я должен сказать, что вот аудитории Серебряного дождя, и здесь, как бы, мы, кажется, не расходимся во мнении, в общем, большого оптимизма в отношении будущего нет. И я скажу, что, в принципе, этот осторожный подход, этот осторожный подход, это неплохо, потому что это хорошо объясняет, например, ответы, в том числе и на предыдущие вопросы. Помните, мы смотрели, мы смотрели, как изменились сбережения, как изменилось сберегательное поведение во времени. У нас было за последние полтора месяца три опроса. Мы сравнивали изменения с весной 2022 года и с осенью 2022 года тоже, чтобы сделать разные замеры в ответ на различные комментарии официальных органов, в том числе ЦБ, что оптимизм нарастает. И вообще мы нарастания оптимизма, как такового, не обнаружили. Мы, скорее, обнаружили более осторожное поведение. Но я вам хочу сказать, что это более осторожное поведение само по себе может быть основанием для оптимизма. Видимо, не сейчас. Видимо, мы все еще пока находимся в фазе, когда оптимизм не наш удел, и мы ждем действительно от будущего вызовов, оформим это так, не то слово, и готовимся к ним. Через какое-то время сформированные, то есть подготовка к вызовам выразится в более комфортные ощущения. У нас в вопросах это уже начало проскальзывать. Это видно, что часть категорий, возможно, там сформировали свою подушку безопасности, ощущают себя уже полегче, поприятнее. Поэтому я хочу сказать, что у нас еще впереди. Я полностью разделяю наши осторожные отношения. Почему, возможно, такое большое отличие от опросов ЦИОМ получилось? То есть почему у них вот сейчас 48, а у нас 76? Я думаю, что на это тоже можно попробовать дать ответ. Не ручаюсь, не могу сказать, как они формировали выборку. Все, кто формирует разные выборки, социологи, естественно, претендуют на то, что она у них репрезентативная и все такое. Но, скажу вам честно, мне кажется, это получается далеко не всегда. Мы не можем и не претендуем на то, что у нас тут какая-то мегарепрезентативность в социологическом смысле. Но смотрите, кого мы, возможно, неплохо представляем. Так, Жень, а вот кого мы, возможно, неплохо представляем, это мы узнаем после рекламной паузы. Ну и пока у нас в эфире идет песня, мы остаемся в вещате. Да, Жень, ты знаешь, тут вот есть какой вопрос, не знаю, как лучше его ответить, в эфире или сейчас. Но, в общем, слушатель спрашивает, никак не могу понять оптимизма на бирже, почему продолжается рост акций, например, Роснефть. Во-во-во, да-да, я как раз к этому и готовлюсь, на этот перерыв, как и обещал. Я почти по плану, я немного отстаю, но почти по плану. Итак, вот что происходит с акциями. Мое понимание следующее. Смотрите, ну, во-первых, есть определенный ресурс, в том числе кое-кто заплатил дивиденды, поэтому кому-то что-то надо в рынок нести. Облигации многие инвесторы побаиваются, и побаиваются, в общем, вполне обоснованно, то есть сам дефицит пугает. Люди не всегда понимают, что дефицит федерального бюджета в итоге негативно скажется не только на облигациях, ну, поскольку облигации, что называется, первая производная, да, от, так сказать, дефицита, оформим это так, то сейчас настороженность в большей степени концентрируется на них. Поэтому их, скорее, стараются, так сказать, аккуратно воспринимать, да, то есть не особо покупать. Акции людям многим кажутся попроще, тем более рубль дешевеет, да, тем более на сырьевых рынках какая-то кажется кому-то стабилизация. Действительно определенная есть после коррекции снижения недавнего. Можно констатировать определенную стабилизацию, по крайней мере, не ухудшение ситуации. Экспорт, видите, вроде как поставляется, по крайней мере, судя по той скупой информации, что мы имеем, и новостям довольно неплохим. И поэтому в акции, видимо, приходит определенное количество средств, а на нашем рынке сейчас много, это не надо, чтобы его сильно сдвинуть. Плюс у меня есть ощущение, что растут ожидания какого-то, знаете, затишья, перемирия, может быть, мирных переговоров в рамках этой самой военной операции. И это тоже, возможно, подпитывает покупателей, которые надеются, что там будет большой рост, значит, если все-таки выгорит. Вот, мне кажется, что это причины. То есть определенные ресурсы, в том числе от выплаченных дивидендов, какое-то количество сбережений, которые сделаны, которые кто-то вот рассматривает, куда вкладывать, и акции в числе топовых рекомендаций сейчас у многих брокеров, не обсуждая деталей, кто что там кому впаривает, насколько там чиста совесть этих людей, особенно когда отчетности не видели и не увидят, возможно, ну и так далее. Это отдельный разговор, который я там, ну, как макроэкономист, не вижу смысла ковырять, я не эксперт по этим компаниям и не претендую на экспертизу. Вот в разрезе там отдельных бизнесов, компаний и рекомендаций по ним. У меня есть общее понимание ситуации. И общее понимание ситуации выглядит приблизительно следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, на индекс РТС. Помните, был и до сих пор есть еще такой, он считается. Это фактически, ну, почти то же самое, что индекс Московской биржи, ММВБ, но в валюте. Посмотрите его значение. Вот я специально себе открыл для этого разговора. Ну, например, на конец праздников, ну, вот у нас 10-е, 9-е, 10-е января. Это 977-974 по индексу. Смотрим, какие у него значения сейчас. Ну, вот конкретно, сейчас, на какое число у меня тут сейчас? На 16-е число. Ну, сегодняшних еще нет, да. А, нет, на 19-е, все, пожалуйста. 1047,5, вот в сервисе, в котором я его проверяю. То есть его прирост в валюте, в долларах, ну, в валюте, в долларах конкретно, это смешные, там, 7%. О чем идет разговор? Это рост акций? Нет, это просто обесценение рубля. То есть, коллегия... Жень, 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 вот здесь притормаживаем, выходим в эфир, окей? Да. И да, отвечаем тогда, да, сейчас. Размышления экономистов. У нас последние пять минут программы, пошли Евгений Надоршин. Да, и мы говорили о том, почему растут акции. Да, наш слушатель спрашивал, никак не могу понять оптимизма на бирже, почему продолжается рост акций. И, в общем, я пространно объяснившись, завершаю это кратким выводом. Да это не акции растут, это рубль дешевеет. Если вы посмотрите на динамику индекса московской биржи, на динамику индекса РТС, который сразу считает в долларах, вы увидите, что с начала этого года эти индексы в долларах практически не выросли. То есть там смешной рост 5-7 процентов, это там 1-2 дня падения с нашей волатильностью и все. Поэтому по большому счету никакого значительного роста акций нет. Есть просто удешевление рубля и сообразная этому удешевлению переоценка, к сожалению, стоимости акций. Пока какого-то вот улучшения ситуации значимого, кроме отдельных, может быть имен, про которые я ничего говорить не берусь. Не эксперт, я по отдельным компаниям. Я не наблюдаю. Поэтому в моем понимании эта картина скорее комфортная, еще раз говорю, для того, чтобы там зафиксировать хорошее значение, может быть переложиться в более комфортный, менее рискованный инструмент. Потому что в моем представлении вот впереди у акций особых перспектив я пока не наблюдаю. А там дальше будем смотреть. Про бюджет поговорили. Давайте вот я последние 5 минут, все-таки да, про социологию. Ну, я, в принципе, озвучил опрос, озвучил отличия с в ЦОМ. Да, про причину я не сказал. Ох, ну ладно. Хорошо. Успеем промышленность в другой раз? Значит, успеем. Не успеем, не успеем. Про причину. Смотрите, в чем дело. У меня есть ощущение, что мы, аудитория слушателей Серебряного Дождя, ну и ведущих на нем, скорее хорошо представляем большие города. Ну, причем вот именно города-миллионники в первую очередь. Крупные мегаполисы нашей страны. И этот кризис, похоже, по крупным городам нанес больший удар, нежели чем по городам меньшего размера. Это видно в разрезе, например, хорошо рынка недвижимости, который мы обсуждали. Это видно в разрезе ряда других сегментов. В части экономической активности, если смотреть в региональном разрезе, по вот, например, той же рознице, ряду показателей, это тоже можно усмотреть. По промышленности тоже можно. И мы пострадали от кризиса заметно сильнее, нежели чем наши сограждане, которые, скажем, живут в городах стотысячниках, в статысячниках, которые живут в деревне, в сельской местности. И, как результат, естественно, наше поведение отличается. И наше восприятие будущего тоже отличается. И, да, это важный момент, большой вопрос, насколько можно там, как бы, претендовать, скажем, на охват большинства. Ну, потому что большинство, конечно, сейчас, как бы, население, так или иначе, это города, да, городское. Поэтому, вот, какой вопрос, скажем, по-настоящему репрезентативней, качественней, да, лучше показывает тенденции, вот это, наверное, большой там вопрос для социологии. То есть, насколько мы, на самом деле, сейчас насторожены и комфортны. Можно ли говорить, что мы, в принципе, оптимистичны в отношении будущего. Это вот к вопросу о высказывании ПМЭФ. Смотрите, ну, у меня есть еще минутка, у меня есть еще минутка, и я тогда хочу добежать по промышленности буквально кратким выводом. Уже в среду, по-моему, вот, позапрошлую, когда был эфир, я это озвучил, и сейчас просто тогда вот так же подытожу. У меня есть ощущение, что то улучшение, которое мы видели в рознице и в промышленности, это явление, ну, в общем, если не разовые, то непродолжительные. В промышленности у нас хорошее улучшение показало добыча полезных ископаемых. Она очень сильно страдала в апреле, а потом улучшалась тоже в прошлом году, что называется эффект базы. В обработке, в обработке у нас возобновление автопроизводства, причем в основном автосборки, а это большая сложность, потому что это импорт. Обращаю ваше внимание, крупноузловая сборка, это фактически все то, что вы видите в салоне магазина, просто по импорту приезжает сюда. Локального производства мизер, поэтому вот эта растущая промсборка, это прям вот прямая трансляция на ту же практически величину роста импорта. Ну, там вопрос, как считать, по какой цене завезли, а вот в штуках там прям просто ровно на ту же величину. И плюс, да, головные боли с запчастями, которые хорошо уже проходили владельцы многих китайских автомобилей, ну, потому что сначала возят модели, а потом только думают, как обслуживать. Это тоже наша традиция, к сожалению, в этой части. Поэтому импорт еще будет расти в последующем, потому что сейчас недорассчитали точно по запчастям и для всего того, что необходимо для сервиса. И розницы, та же самая ситуация. Смотрим скачок в рознице, казалось бы, 5%, феноменально круто, а там опять продажи автомобилей. То есть на рынке появились модели, цены стали немножко корректироваться, стало можно из чего-то выбрать, появились бюджетные модели и, пожалуйста, раз, держите. Вот, это волна просто вот отложенного спроса, которую мы наблюдаем, возможно, аж с 2021 года. Хватит ли ее надолго, у меня есть сомнения. Не исключено, что уже в июне ничего впечатляющего, а может, ну, в мае должно хватить, а вот не факт, что в июне, например, этот спрос продолжится и розница что-то нам интересное продолжит показывать. Вот, наверное, у меня все для сегодня. Тогда до следующего понедельника, Женя. Спасибо, да, и хорошей недели.